Здравствуйте, товарищи зрители! Сегодня видео о подагре, причины и лечения. Итак, подагра это скопление кристаллов мочевой кислоты, то есть солей мочевой кислоты в больших пальцах ног и вообще в суставах. Это ураты натрия. Почему подагра всегда называлась болезнью богатых? Потому что они ели мясо, в отличие от бедных простых людей, и изысканные блюда, да еще несколько раз в день этим питались. А простую пищу, щи, дыкаша, пища наша, не ели, и в этом корень беды. Очень часто у больных подагры есть ожирение и артериальная гипертензия, которую люди неверно называют гипертонией, так как гипертония это дословно в переводе гипертонус мышц. А само повышенное артериальное давление это все-таки артериальная гипертензия. Откуда возникают боли при подагре? А боли вызывают кристаллы мочевой кислоты, которые откладываются в основном в больших пальцах ног, вызывая деформации, покраснение, то есть воспаление и сильные боли, так как они прокалывают, давят на нервные окончания. Постепенно человек теряет подвижность и трудоспособность, а как следствие увеличивается масса тела, и как снежный ком одна проблема накладывается на другую. Почки не способны эффективно выводить мочевую кислоту, а врачи назначают медицинское лечение, а вернее, сдерживание внешних проявлений болезни, заключающиеся в приеме препаратов, которые подавляют образование мочевой кислоты и блокирование ферментов, производящих мочевую кислоту. Но это, как вы понимаете, устранение последствий, а не лечение. И к тому же от них много негативных побочных действий, включая зависимость от данных препаратов. Помните, подагра – это аутоиммунное заболевание, по сути. По крайней мере, реакция аутоиммунная, и она приводит к воспалениям в организме. ПАЖ организма при подагре сдвинута в кислую реакцию, проще говоря, происходит закисление организма, а подагра развивается быстрее в кислой среде. Мясо закисляет организм, азотистые продукты всегда закисляют организм, а тем более мясо с быстрыми углеводами, сахарами. То есть комплексный обед, обед богатых. Как говорится, первое, второе, третье и компот. Ничего вреднее не существует. В этой связи, кстати, посмотрите мое видео «Раздельное питание». И вообще, все то, о чем я вам говорю сейчас, и буду говорить далее, ссылки на эти очень важные видео, или какие-то препараты, средства, которые реально помогут, я оставлю вам под этим видео. Потом посмотрите. А говоря о закислении, проблему решить можно просто. То есть сдвинуть реакцию в щелочную среду. Это зелень, овощи. Вода с щелочной реакцией по аж выше 7,5. А если быстро, прямо сейчас, это сода. Но только, дорогие товарищи, химически чистая, без вредных добавок, которые в последние десятилетия стали в соду добавлять. Вы спросите, чистую где взять? Я вам ссылку дам под этим видео, можно купить. Но как принимать соду правильно? Начиная с одной четверти, даже одной пятой чайной ложки, постепенно в течение нескольких дней, доведя до одной второй, то есть половинки чайной ложки, химически чистой соды, разведя в половине, или даже можно в стакане теплой воды, надо это выпивать утром, можно даже два раза в день. Но обязательно, где-то за час, полтора до еды, не позднее, и напротив, где-то минут за 5-7 до каждого приема пищи, чтобы пищеварение было правильное, и дезинфицирующие защитные свойства желудка повысить, необходимо пить яблочный, натуральный, гостовский яблочный уксус, по одной столовой ложке, разведя на одну треть стакана теплой воды. Вы скажете, это же кислота, противоречие? Нет, это органические кислоты. И они дают в итоге, не сразу, но в итоге в организме, щелочную реакцию, как это ни странно. Точно так же лимонный, натуральный, выжатый из лимона сок. Но за час-полтора до еды, принимать именно соду. Но не надо ее гасить кипятком, ее надо развести в горячей воде, градусов примерно до 50-55 и не выше, хорошенько размешать, как я уже сказал, один или два раза в день. Но есть так называемая трансдермальная доставка или реакция, и поэтому содовые ванны тоже можно делать, особенно тем, кто по какой-то причине не может или не хочет пить соду. Пожалуйста, содовые ванны. Даже не обязательно полностью ложиться в такую ванну. Кстати, как их готовить, я в своих видео говорил, ссылочку оставим. Но можно и ноги, ведь в основном страдают ноги, большие пальца ног. Так вот, ставить тазики с теплой, даже горячей водой, в которую литров на пять добавлять по столовой, две столовых ложки соды. И, конечно, очень хороши ванны с так называемыми спа-капсулами, с генерацией водорода в воде. Ну, а теперь что делать и как снизить воспаление, как убрать боли и вообще постепенно устранить, избавиться от подагры. Можно ли это? Да, можно точно. Просто люди, тем более в комплексе, эти меры не применяют. И потому, конечно, они не могут избавиться от этой проблемы. Те, кто в корень не изменят питание, образ жизни и не учтет эти нюансы, которые я сейчас скажу, и не избавиться от подагры. А кто учтет все это, применит в жизни своей, избавиться однозначно. Итак, подагра это воспаление, как я уже говорил, в основном в больших пальцах ног, в суставах вообще. Для подавления этих воспалений нужен оксид азота, очень важный антиоксидант. Он снижает воспаление. Плюс, конечно, нужны другие антиоксиданты. Лучше всего применять астоксантин и глутатион. Ссылки на них я оставлю. А какие продукты дадут оксид азота? Вишня, семена сельдерея. Он содержится и в листьях, и в семенах сельдерея. В корнях нет. Артишок в этом смысле очень полезен. И вообще для почек артишок это чуть ли не не лучшее средство во многих своих свойствах. Но также оксид азота дадут листовые многие овощи. При подагре необходимо снизить потребление соли. А конкретно натрия в нем проблема. И обязательно повысить. Начать пить калий в любом случае. Да это и для сердца будет полезно. Калия, кстати, опять-таки где много? Где и магния? В зелени. Диуретики тут вредны. Они выводят калий. Лучше всего калий принимать в виде электролитного порошка. Вы не будете есть мясо и скажете, где брать белок. Во-первых, про это у меня много видео. Во-вторых, дефицит белка хотя бы для простоты скажу, восполните аминокислотами, из которых белки и состоят. Из спирулины. Там до 78 на 100 грамм сухого продукта содержания белка. В виде аминокислот, в том числе незаменимых. Или аминопротеином. Ссылки я оставлю. Обязательно надо убрать закисление. Я уже рассказал про соду. Но поймите, надо не просто защелачивать закисляющие процессы, так сказать, содой, а надо убрать мясо и повысить щелочность естественным путем. В первую очередь, питанием, об этом я пояснил. Фруктоза в особенности. И сахар вообще провоцируют, усиливают воспаление в организме и тем более при подагре. И потому не ешьте сладкое. На веганском сыроедении все люди излечиваются от подагры. Потому что устраняются причины и первопричины. И волей-неволей добавляются те продукты, которые содержат очень сильные антиоксиденты. И воспаление уходит. Если, конечно, человек не злоупотребляет даже на веганском сыроедении сахарами, то есть фруктами, интервальное питание укрепляет защитные силы организма, помните об этом, мобилизует организм. В идеале зелени должно быть не менее 50% по массе от общей массы съедаемой пищи в день. Итак, подведем итоги. Убрать из питания кто ест мясо, сахар, особенно фруктозу, потому и фрукты тоже. Кроме лесных ягод в идеале надо есть кислые ягоды, бруснику, клюкву, но можно и морожку, лесную кислую голубику, можно и иногда чернику. Алкоголь и особенно пиво усугубляют и провоцируют подагру. Водородная вода напротив спасения это и мощнейший антиоксидент, и растворитель, и буфер. Воду надо пить при подагре не менее 25, а даже 30 миллилитров на 1 килограмм вашего веса тела. Я оставлю вам ссылку на очень важное видео о приборах, генерирующих водород в воде, создающих водородную воду, и на лучший персональный генератор водорода и свободных электронов. Еще один очень важный компонент. Конечно, это омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, а именно ЭПК и ДГК. И лучший здесь продукт это, конечно, так называемый латтл с селеном. Это препарат, который создал легендарный профессор Исаев. Пару ссылок на видео с ним я оставлю вам под этим видео, как и на препарат латтл. И еще очень важный момент. Конечно, надо наладить работу ЖКТ. Это просто необходимо тем самым увеличить КПД всасывания компонентов пищи, то есть, мономеров, то есть, элементов питания и устранить тем самым дефицитные состояния по ним. Если есть дисбактериозные состояния, не наладить никак работу ЖКТ. Надо убрать сахара, принимать бактерии ИВИТО и гельсорбент с хитозаном, которые помогут взрастить нормальную симбиотическую кишечную микрофлору. И посмотреть мои видео по пищеварению и различным дисбактериозным состояниям. Итак, все то, о чем я вам говорил в этом видео, я ставлю вам по ссылкам под этим видео. Ну и в завершение я попрошу вас поставить пальчик вверх, подписаться, кто еще не подписан на мой канал, нажать колокольчик и выбрать получение уведомлений о выходе всех видео, отправить ссылочку на это видео всем друзьям, знакомым, близким, поделитесь. И оставьте комментарий под этим видео. Это поможет продвижению моих видео. И это будет минимальной хотя бы благодарностью от вас, мне, за мои труды, за мои видео. Всего вам хорошего, до новых встреч.